Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Все флаги в гости к нам. Зареченская метапредметная олимпиада проекта школы Росатома расширяет свою географию. К нам приехали 8 команд из Пензы, Вадинска и Кузнецкого района и плюс 8 команд образовательных организаций города Заречного. Доброе прикмахерское. Воспитанники Центра образования и профессиональной ориентации реализуют необычный учебно-благотворительный проект. Начали сначала с деток с маленьких, которым мы косички могли заплести, потом уже решили, что давайте будем встречать пенсионеров, которым это все-таки нужнее. Полку юноармейцев прибыло. 8 отрядов пополнили число участников добровольного российского детско-юношеского движения. Местное отделение уже насчитывает больше 200 активных юноармейцев, участвующих как в муниципальных, как в региональных, так и во всероссийских конкурсах движения. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном впервые на региональном уровне была организована метапредметная олимпиада в рамках реализации проекта «Школа Росатома». На муниципальном уровне отборочные туры отраслевого состязания проводятся с 2014 года. В ней ежегодно принимают участие команды образовательных учреждений Заречного. В этом году география интеллектуальной олимпиады значительно расширилась. Школа Росатома – это уникальные возможности для каждого ребенка. И хорошо, что школа Росатома не имеет границ. Метапредметная олимпиада проекта «Школа Росатома» расширяет свою географию. Принять участие в мозговом штурме теперь могут не только учащиеся образовательных учреждений из атомных городов. Заречный стал региональной площадкой интеллектуального сражения. Мы приняли решение, что надо распространить свой опыт все-таки на Пенсинскую область. И сделали положение о метапредметной олимпиаде регионального уровня. Согласовали ее с проектом «Школа Росатома». К нам приехали 8 команд из Пензы, Вадинска и Кузнецкого района. И плюс 8 команд образовательных организаций города Заречного. Торжественное открытие региональной метапредметной олимпиады прошло в маркетинговыставочном комплексе производственного объединения «Старт». Перед работой все участники познакомились с правилами выполнения заданий. В метапредметной олимпиаде участвуют сборные школ, в которые входят по одному ученику 5, 6, 7 и 8 классов. Задания к предметам школьной программы относятся, скажем так, опосредованно, потому что они включают в себя знания по всем предметам. На то она и метапредметная, что если у тебя есть знания по физике, но нет, например, по русскому, есть интернет, и ты можешь там все это найти. Поэтому навыки информационно-коммуникационные тоже здесь оцениваются. И самое главное – это умение именно во всех мыслях, во всех каких-то идеях найти вот это зерно истины и показать свои знания. Метапредметная олимпиада включает в себя два тура. В первом участники в течение 40 минут выполняют три задания в группах. Затем каждому участнику команды дается индивидуальная задача. Эксперты оценивали умение школьников находить нестандартные решения и работать слаженно для достижения общего результата. Очень здорово, что есть школы, которые откликнулись на это предложение, и для них это действительно такое новое мероприятие, новые действования, потому что вряд ли когда-то были события, в которых участвовали разновозрастные команды, когда кураторы команды выступали сами, как эксперты. Метапредметная олимпиада в рамках проекта «Школа Русатома» проводится с 2014 года. Региональный этап, в котором смогли принять участие школьники из Пензы и области, был организован впервые. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости. Региональным властям рекомендовано обеспечить информирование граждан, в том числе трудовых мигрантов и работодателей, о преимуществах иммунопрофилактики кори, а также организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью, не был вакцинирован или не имеет сведений о прививках, уточняется в проекте. Кроме того, региональным властям рекомендуется создать необходимый запас вакцин для обеспечения кампании по подчищающей иммунизации против кори и утвердить планы проведения вакцинации, отмечается в документе. Кого планируется привить от кори в «Заречном» в рамках подчищающей иммунизации? Как узнать о необходимости сделать прививку? Как человек может узнать о наличии либо отсутствии у него прививок в рамках национального календаря? Об этом мы сегодня поговорим с начальником отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления номер 59 ФМБА России Марии Лукьяновой. Не пропустите актуальное интервью в финале выпуска новостей, а пока о других городских событиях. «Заречный» в четвертый раз присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб». Она состоится 27 января, в 79-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Символом мемориальной акции станет небольшой кусочек хлеба весом 125 граммов. Именно такой была минимальная норма выточи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады – зимой 1941-1942 годов. 125 граммов на человека в день. 27 января зареченцы смогут увидеть эту крошечную порцию, которая для жителей осажденного фашистами Ленинграда была дороже любых ценностей. Наш город присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб». Напомнить зареченцам о подвиге ленинградцев, о мужестве, о стойкости, о тех людях, которые, несмотря на голод и холод, отстояли свой город. Символ акции – та самая блокадная пайка. Крошечный кусочек хлеба, испеченного из того, что удалось найти в осажденном холодном и темном городе. Совсем немного, но для ленинградцев это была надежда прожить еще один день. Организаторы акции хотят, чтобы горожане не только смогли подержать в руках эту пайку и представить, как выживали люди в городе на Неве, но и услышать их голоса. Рядом будет расположен импровизированный литературный кабинет, в котором будет представлена литература военная, стихи о Ленинграде. То есть можно будет подойти, любой зареченец может подойти, познакомиться с этой литературой. И при желании у нас будет работать открытый микрофон, он может потом подойти и прочитать те стихи, которые он выбрал, близкие ему по духу. Акция «Блокадный хлеб» состоится в нашем городе уже в четвертый раз. По словам организаторов, она всегда находит отклик в сердцах зареченцев. Мы были удивлены, что очень у многих наших жителей какая-то связь имеется с Ленинградом именно того времени. У многих родственники были там в тот период. И в общем-то люди знают о тех событиях. Очень многие рассказывают нам какие-то свои истории. Очень интересно их слушать и трогать до души. Акция «Блокадный хлеб», посвященная 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда, пройдет 27 января на площади у городской доски почета. Она начнется в 12 часов. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Очередной день студента, который отмечался 25 января, для учащихся Зареченского технологического института, стал первым в своем роде. Преподаватели ЗТИ в этот день стали не только зрителями, но и непосредственными участниками творческих номеров. В креативности учителя, пожалуй, даже превзошли учеников, чего стоит одно лишь название команды педагогов – куклы. Хотя в учебной деятельности они скорее кукловоды. Ксения Тризна с подробностями. Десять команд вышли на сцену Центра здоровья и досуга в День российского студенчества. Свой праздник ребята из Зареченского технологического института отметили ярко и масштабно. Они приняли участие в конкурсе «Стар Тинейджер». У каждой команды свой индивидуальный стиль и манера исполнения. Сильная сторона моей команды в том, что они умеют вообще двигаться, а это вообще самое идеальное, что для команды может быть. И самое главное то, что они слушают друг друга, и мы понимаем друг друга. Мы сплоченные в этом плане, и мы сплотились так, что каждый друг друга понимает и чувствует. Наверное, какая-то такая харизма. И может быть движение, скорее всего, в нашем танце. Потому что я считаю, они у нас достаточно сложные. Устраивать танцевальные турниры и конкурсы в день российского студенчества для ЗТИ уже традиция. Но в этом году вместе со студентами на сцену вышли и педагоги. Преподаватели создали собственную команду и назвали ее «Куклы». Мы впервые решили выставить команду педагогов, дабы поддержать студентов, потому что им тоже приятно, когда педагоги вместе с ними на одной волне. Участницы подошли к подготовке с поистине преподавательской дотошностью. Придумали и сделали костюмы. Танец ставили в свободное время, ведь от проведения занятий и выполнения учебного плана их никто не освобождал. Когда пара заканчивается, мы все оставались. Даже если у кого нет пары, они приходили к этому времени репетиться. В общем, мы достаточно долго готовились и серьезно как-то не хотелось перед детьми. Так вот как-то выглядит. Хочется достойно. Кроме флешмоба в программе творческих состязаний были конкурс клипов и турнир капитанов команд. По итогам всех трех заданий комиссия присудила гран-при команде педагогов. Остальные сборные получили награды в различных номинациях. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, Телерадио, компания «Заречный». Необычный салон красоты открылся в Зареченском центре образования и профессиональной ориентации. Школьники, обучающиеся парикмахерскому делу, вместе с педагогами создали мастерскую добра. Здесь бесплатно могут постричься и сделать укладку пенсионеры. Начинающие цирюльники получают практический опыт работы, ну а пожилые горожане – аккуратные модные стрижки. Юные мастера еще работают медленно, но успевают постричь и заплести всех желающих, которые смогли записаться по телефону. Клиенты остались довольны своими прическами, а мастера проделаны работой. Из необычного салона красоты репортаж Натальи Елистратовой. Помогать людям и приобретать профессиональные навыки одновременно. Этот салон красоты практически ничем не отличается от обычных парикмахерских. Просто здесь трудятся начинающие мастера, которые придумали эффективный способ привлечения клиентов для отработки профессиональных умений и навыков. Идея появилась еще в 2018 году, когда я участвовала в конкурсе молодых педагогов, но тогда она была как проект на бумаге, просто два листочка с теорией и все. А в этом году, благодаря моим детям, которые очень рвались работать и стричь, но, к сожалению, клиентов не было, то есть они могут стричь только своих друзей и родственников, им уже стало скучно одни и те же стрижки выполнять, они начали уже просить, что давайте что-нибудь придумаем. Идея педагога и начинающих мастеров-стилистов почти сразу превратилась в план. Так в Центре образования и профессиональной ориентации появилась добрая парикмахерская. Долго искать желающих записаться на стрижку не пришлось. Начали сначала с деток, с маленьких, которым мы косички могли заплести, потом уже решили, что давайте будем стричь пенсионеров, которым это все-таки нужнее. То есть взрослый человек, он может просто в парикмахерскую сходить, а пенсионер, не каждый пойдет в парикмахерскую. Некоторым тяжело, кто-то денежку бережет очень сильно. И решили, что будем здесь стричь именно пенсионеров. Инициатива педагога и учащихся отделения «Парикмахерское дело» понравилась пожилым горожанам. Николай Поляков оценил старания начинающей мастерицы. Доволен. Молодец девочка. Хорошо, мне понравилось все. Учащиеся отделения «Парикмахерское дело», «Центр образования и профессиональной ориентации» выполняют и мужские, и женские стрижки. Свой образ им доверяют зареченки, которые и на заслуженном отдыхе хотят хорошо выглядеть. Очень хорошо приняли, записали. И я согласилась. Посмотрим, что будет. Услуги «Доброй парикмахерской» бесплатны. Простое спасибо и довольная улыбка на лице клиента – самое важное вознаграждение для юных мастериц. Теперь у нас достаточно клиентов для практики. И нам польза, и также пенсионерам. В принципе, далеко не все клиенты разговорчивые, но со всеми можно пообщаться. Это те же люди. Просто нужно быть вежливым, задавать вопросы по теме какие-то, то есть какие-то особенности стрижки, пожелания. Добрая парикмахерская открыта в Центре образования и профессиональной ориентации. Начинающие мастера работают строго по предварительной записи. Для этого нужно позвонить по телефону, который указан на сайте учреждения. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». 117 зареченских школьников пополнили ряды добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия». Общая численность юнармейцев «Заречного» превысила три сотни. Торжественная церемония посвящения состоялась во Дворце Творчества Детей и Молодежи. В преддверии Дня Воинской Славы, Дня полного снятия блокады Ленинграда, во Дворце Творчества Детей и Молодежи школьники вступают в ряды юнармии. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и заседанию на благо Отечества. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году. В нашем городе местное отделение юнармейцев появилось в 2019. На сегодняшней церемонии в наше юнармейское братство нашего города мы приняли 8 юнармейских отрядов. Из 226 школы у нас было 2 юнармейских отряда. В общей сложности клятву на юнармейскому движению присягнуло 117 человек. Местное отделение уже насчитывает больше 200 активных юнармейцев, участвующих как в муниципальных, как в региональных, так и во всероссийских конкурсах движения. Каждому присягнувшему выдали удостоверение юнармейца. Теперь участников юнармии ждет множество увлекательных событий. Сильная организация, вступая в ряды которой вы сможете проявить себя, сможете найти для себя что-то новое, то, что возможно сегодня вам не хватает. И это и вопросы военно-патриотического воспитания, и нравственно-духовного, и социального, и физического воспитания. Главное в этом деле быть активным человеком, не стоять в сторонке. Проявлять себя, искать новое, участвовать во всем, быть активным. И тогда, я уверен, в вашей жизни многое получится, вы всего добьетесь. Первое мероприятие для новоприбывших в юнармию запланировано на февраль. Ребята отправятся в музей пожарной охраны в рамках тематической программы «Пожарная безопасность». Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания «Заречный». Подчищающая вакцинация от кори. Затронет ли она зареченцев? И как вообще можно узнать свой иммунный статус? Об этом через пару минут. Не переключайтесь. Жилой комплекс «Европейский» – это квартиры в тихом благоустроенном районе с индивидуальным отоплением в надежных домах из кирпича. Просторные детские площадки, зоны для занятия спортом, парковка по периметру, квартиры в четырех вариантах отделки, 3D-дизайн в подарок, рассрочка от застройщика до конца строительства, а также различные ипотечные программы от банков-партнеров, в том числе ипотека с господдержкой. Звоните 23 11 11. Хочешь дом навек? Выбирай Градек. Специализированный застройщик Градек. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф Интерьерные украшения, посуда и инвентарь, техника для кухни, электроника, товары для отдыха, строительные материалы и инструменты, хостовары и сантехника. Все это и многое другое для дома и ремонта в отделе «Нужные вещи» на втором этаже торгового центра «Дубрава», город Заречный, улица Ленина, 18А, второй этаж. Нужное всегда рядом. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия Росатома и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59 ФМБ России Мария Лукьянова. Добрый вечер. Здравствуйте. Мария Валерьевна, Роспотребнадзор объявил о проведении так называемой подчищающей иммунизации от кори. Что это значит? Это значит, что в связи с тем, что эпидситуация осложнилась, необходимо привить тех людей, которые могут быть привиты, например, позволяют им здоровье, но по каким-то причинам были до сих пор не привиты. Там их не нашли своевременно. Ну, разные бывают причины. Или был временный медотвод он уже. То есть необходимо пересмотреть медотводы, отобрать людей, которые подлежат вакцинации. Или сделана первая прививка, но не сделана вторая. И уже провести все эти мероприятия и увеличить количество привитых лиц, двухкратно привитых, что важно, против кори, для того, чтобы увеличить охват иммунизации и иммунную прослойку на население. Потому что в случае с корью это единственное средство избежать заболеваемости. А в Заречном как? То есть как будут врачи сами узнавать, кто должен привиться? Или мы, обычные люди, должны каким-то образом что-то там узнавать привитым и не привитым? Как это будет проходить? Ну, в Заречном среди детского контингента работают доктора. И среди людей на предприятиях и по месту жительства тоже работают терапевты. Они пересматривают тоже списки, которые у них были запланированы, но по каким-то причинам были не привиты. Потому что везде есть перепись, есть списки населения, жителей города Заречна на каждом участке, как детском, так и взрослом. И, соответственно, будут отбирать контингент тех, кто подлежит. Но по коре у нас, я сразу скажу, достаточно благополучная ситуация. То есть дети, они прививаются у нас в год и в 6 лет по национальному календарю прививок. И процент у нас достаточно высокий. То есть это выше 95%. Поэтому это не такая будет широко масштабная акция, что сейчас мы все широким устроем пойдем прививаться. Нет, потому что основная масса нашего населения привита против кори. Взрослые у нас прививаются до 35 лет, от 18 до 35. И это, как правило, те люди, которые по каким-то причинам не привились в детстве, их тоже там, ну, это единицы. Поэтому еще у нас есть контингенты декретированные. Это медики, работники образовательных учреждений, торговли, сфера обслуживания. У них до 55 повышен для них возраст. То есть от 18 до 55. И тоже вот особо на этот контингент необходимо нам, как сказать, обратить внимание, упор сделать. Потому что именно вот в этом контингенте могут быть люди непривитые, которые не обратили внимания. А самому гражданину, если мы говорим именно, обращаемся к жителю города Заречного, да, ну, во-первых, знать, человек привит или не привит. А как это знать? Ну, что значит, как это знать? Ну, наверное, когда человека прививали, он... Ну, если вы говорите, что в год и в 6 лет... Я вот не помню, прививался... Есть сертификаты. Есть сертификаты. Нас, наши возраста еще прививали только однократно в детстве. И потом уже мы прививались во взрослом, когда были взрослыми. Я вот тоже такого не помню, честно говоря. Вот. Ну, эту информацию можно узнать в медицинском учреждении. Так вот я об этом и спрашиваю. Мы должны сами узнавать? Нет, нет. Массово нет. Но если человек, например, планирует куда-то поехать за границу, да, у нас, в общем-то, достаточно, ну, как говорят, контролируемая ситуация в России. То есть у нас нет какой-то широкой такой вот вспышечной заболеваемости, чтобы все подряд болели в России. То есть есть вот локальные вспышки. Почему мы этот разговор завели, да, то есть в Новосибирске зарегистрирована вспышка заболеваемости, в Саратовской области, в Самарской. То есть где-то... Это рядом в Саратовской. Да, это рядом, да. Но они как бы локальные, да, то есть несколько человек заболело, и тут же сразу купировали, все вокруг привили, и заболеваемость затихает, скажем так. Но есть страны, в которых повышена за пределами России, в общем, достаточно высокая заболеваемость кори. Потому что у нас программа федеральная ликвидации кори, и если даже у нас и прорывается заболеваемость, она небольшая, небольшая, и вот, ну как, очагами небольшими, за счет приезжих, там, и так далее. Когда, если за границу человек едет, то тут уже надо быть более насторожным. И не менее чем за две недели, конечно, желательно привиться, если человек не имеет сведений о том, что он привит, переболел, вот, либо переболел, если такие сведения имеются у человека, что он привит, вот, например, я про себя знаю, что я привита, как медик, как медработник, я привита, да. Вот, то я уже могу быть спокойна, потому что иммунитет и поствакцинальный, и после болезни он стойкий. Корию только переболеть можно один раз, вот, после болезни он навсегда остается. И после вакцины двухкратный тоже достаточно стойкий иммунитет. То есть, ну, крайне-крайне редко такие случаи, когда человек когда-то давно прививался и заболел, ну, практически такого не бывает. То есть, болеют, как правило, непривитые у нас люди. Ну, то есть, вот, сейчас в связи вот с заявлением Роспотребнадзора, нам сидеть спокойно ждать, что за нами придут, да? Да, это работа врачей. Скорее всего, и не придут, потому что непривитых у нас единицы. И уже этим заниматься будут отбором людей непривитых. Позвонят, пригласят на прививку, да. Скажите, пожалуйста, чем вообще опасно такое заболевание, как корь? Потому что, ну, сложился такой стереотип, наверное, еще со времен Корнея Ивановича Чайковского, что коклюш, вот эти вот корь, свинка, краснуха – это детские болезни. Ну, да, и именно для детей маленького возраста они составляют основной процент смертности среди детей. То есть, основная масса именно смертности среди детей, когда она была большая, когда не было вакцинации, не было антибиотиков, именно, как раз и была именно от этих болезней. От кори, от свинки, от дифтерии – это самые страшные были болезни. И сейчас для нас это, ну, как сказочка, только из-за того, что есть вакцины, и мы уже забыли про них. То есть, все привитые, и мы не болеем практически, и мы ее не видим. Я могу сказать, что в Заречном у нас последний случай кори в 97-м году был зарегистрирован. Сейчас проводится мониторинг, то есть, если подозрение какое-то есть, то лабораторное исследование, в референс-центр отправляется кровь, то есть, все серьезно, ну, как бы, серьезно подходит к этому вопросу. Просто так, без лабораторного исследования диагноз такой не ставится. И ее нету, ни кори, ни краснухи у нас. А чем опасна заболеваемость? Заболеваемостью? Смертностью? Ну, это среди детей. А если взрослый человек заболеет? Если взрослый, ну, то же самое. То есть, как мы знаем, что детские болезни, они взрослыми еще тяжелее проводятся. Ну, наверное, смерти меньше вероятность, что будет смерть. Но есть такие тяжелые осложнения, как энцефалит, пневмония. Ну, в общем, тут лотерея. Как-то насколько легко или тяжело будет болеть человек. Но вообще это заболевание достаточно тяжелое и смертельное. То есть, смертельные случаи регистрируются. И на сегодняшний день тоже. А как передается это заболевание? Воздушно-капельным путем. То есть, это как грипп, как ОРВИ. Как грипп, ОРВИ, да. И особенность ее, у нее есть особенность у этой кори. Это самое контагиозное заболевание. Оно обладает стопроцентной контагиозностью. То есть, если у человека нет иммунитета, да, то есть, он не привит или не болел в свое время, и он пообщался с заболевшим, сто процентов он заболеет. И оно настолько летучее, что если, например, вот у нас как эпидемиологов очаг является квартира в основном, да, или там какое-то ограниченное пространство, то здесь мы берем подъезд. Потому что оно пролетает даже через закрытые двери. И когда лежат больные кори в инфекционном отделении, то заклеиваются стыки дверей. Потому что даже через вот такие маленькие щелочки он проникает. Мария Валерьевна, ну и времени у нас осталось совсем немного. Скажите, пожалуйста, вообще вот о прививках. Как мы, вот взрослые люди, существует национальный календарь прививок? Мы его должны изучать? Что мы должны делать? Откуда я знаю, прививали меня от столбняка, от той же кори, еще от чего-то? То есть вот мне это самому узнавать? Или все-таки медицинские работники должны извещать нас о том, что подошел срок определенный? Как это происходит? Вообще это работа медиков, да. То есть у них эта информация хранится. Есть форумы специальные, где записываются те прививки, которые делают человеку. Но у человека есть такая форма, как сертификат профилактических прививок. И как бы желательно, чтобы она у человека была. И чтобы наряду с теми формами, которые хранятся в медицинском учреждении, чтобы в этот сертификат тоже были записаны прививки. Ну, как осознанно, да, то есть в принципе вы можете и не знать. То есть медики, они это проконтролируют, да. Но как осознанному человеку, конечно, интересно же знать, что с вами происходит, о чем у вас привили, о чем не привили, какой у вас иммунный статус и так далее. Вот с этой целью введен сертификат профилактических прививок. И туда заносится это, ну, как медицинский полис, она хранится на руках у человека. А где это можно получить? Это нужно затребовать где-то? В детском возрасте выдают в поликлинике. И потом уже человек с этой книжечкой живет. Ну, в детском возрасте-то я понимаю, но когда человек 45-50 и так далее, да, он же не знает. Ну, тоже можно обратиться в медицинское учреждение, оформить. Есть бланки и оформляют. Работник прививочного кабинета перенесет все вакцины, какие есть. Вот. И уже далее им пользоваться. То есть лучше позаботиться о себе самому? Не ждать, когда врач скажет себе... Ну, это зависит от степени осознанности человека, да. То есть если ему есть в этом необходимость знать, да, что с ним происходит, то, конечно. Если нет, то это обязанность медработника. То есть независимо от того, если человек сам не позаботится, медицинские работники это все фиксируют в своей документации. Ну, главное, чтобы они и до нас доводили эту информацию. Ну, что ж, большое спасибо за участие в нашей программе. Будем надеяться, что вот эта вот новость о проведении подчищающей иммунизации от кори не станет чем-то таким вот пугающим и шокирующим для зареченцев. Вы все, по-моему, достаточно подробно объяснили. Спасибо. Всего вам самого доброго. И это все, о чем мы успеем рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго. До встречи на канале Заречный. И будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон» Заречный.